Всем привет! Вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Сегодня в очередном видео по дизайну Android приложений мы поговорим о кастомизации меню действий. Создадим кнопки, при нажатии на которые отображается счетчик количества нажатий в виде красного кружка с цифрами над значком. Но прежде чем мы начнем, хочу сообщить об акции на нашем сайте в Android.info. У тех, кто еще не подписался на наши продвинутые курсы по разработке реальных приложений, есть возможность сделать это сейчас. Подписаться на три курса сразу по разработке двух приложений и одной игры для Android можно на нашем сайте в Android.info. Ссылка на экране и под видео. А теперь вернемся к теме урока. Android API имеет достаточно инструментов для создания и взаимодействия с элементами меню действий или ActionMenu. Путем вызова нескольких методов установки фреймворк будет автоматически обрабатывать три вещи для нас. Первое – это вставка View в панель инструментов, обеспечивая правильное размещение, размер изображения и пространство между соседними элементами. Второе – это добавление слушателя нажатия View. И третье – это определение визуальной обратной связи при щелчке, например, изменение цвета фона или ripple эффект. Все, что остается сделать – это определить текст заголовка и значок из ресурсов drawable в файле макета нашего меню, инфлейтить этот макет в OnCreateOptionsMenu и обрабатывать щелчки в методе OnOptionsItemSelected. Если вы когда-либо работали с пунктами меню, для вас здесь нет ничего нового. Если не работали, смотрите урок 13 по основам разработки приложений в Android Studio. Ссылка на экране и под видео. Давайте рассмотрим на конкретном проекте в Android Studio. Вот разметка пункта меню. Здесь мы определяем значок и заголовок пункта меню, а также с помощью атрибута showAsEction со значением ifRoom устанавливаем способ отображения пункта меню в тулбаре справа. Вот реализация в коде Activity. Здесь в методе OnCreateOptionsMenu мы создаем меню, передавая методу его макет по ID, а в методе OnOptionsItemSelected мы обрабатываем нажатия на пункты меню. В данном примере мы выводим короткий тост при нажатии. Вот как это выглядит при работе приложения. Но зачем мы хотим использовать кастомную view, а не просто иконку? Допустим, у нас есть view, который отображает количество предупреждений, полученных в нашем приложении. Нам нужно обновить значок, чтобы показать или скрыть красный круг с числом внутри. Допустим, что наш пункт меню обновить инициирует вызов для выборки последнего числа оповещений и обновляет элемент оповещения меню. Все это должно работать следующим образом. Первое, что приходит в голову, это динамично менять картинку дробл, используемую в пункте меню. Мы можем схитрить и просто подставлять 11 различных символов дробл для нашего приложения в цикле. Это могло бы быть проще для нас, как разработчиков, но больше работы для нашего дизайнера. Однако дополнительные ресурсы начнут раздувать размер нашего АПК. Вместо этого мы можем использовать кастомные view, чтобы достигнуть того же самого эффекта с меньшим количеством ресурсов. Ключевым моментом для кастомного view является использование атрибута ActionLayout вместо AndroidIcon в нашем файле ресурсов меню. Далее мы сделаем макет кастомного view в папке layouts. Здесь у нас есть красный круг, это frame layout, который содержит текст view нашего счетчика оповещения. Здесь также мы добавили image view для нашего значка предупреждения. Наконец мы должны обернуть все это в корневой frame layout. И еще нам необходимо жестко закодировать размер нашего значка согласно правил материального дизайна. Мы определяем размер иконки в файле demons.xml. Если мы запустим приложение, мы увидим новый значок, но возникают две проблемы. Первое, ничего не происходит при нажатии на кастомный пункт меню. И второе, значок визуально не реагирует на клики, то есть нет пульсации, ripple эффекта. Мы исправим эти проблемы через минуту, но сначала давайте напишем код, чтобы получить значок, отображающий количество оповещений при запросе. Мы будем изменять кастомное view в нашем меню при каждом отображении. Таким образом, вместо настройки его в методе onCreateOptionsMenu, мы будем делать некоторую работу внутри метода onPrepareOptionsMenu, который вызывается каждый раз перед отображением меню. Так как наш пункт меню это просто заполненный макет, мы будем работать с ним как с любым макетом. Например, мы можем найти view по ID. Мы получаем доступ к корневому view элементу этого пункта меню. Находим сначала пункт меню, а затем вызываем метод getActionView. Далее мы находим красный круг и счетчик оповещений в поле TextView. Затем в методе onOptionSiteInSelected мы обновляем значок оповещения, когда пользователь нажимает на кнопку обновить пункта меню. Если мы запустим приложение теперь, то увидим, что у нас работает обновление пункта меню. Но, как я сказал прежде, у нас есть еще две проблемы. OnOptionSiteInSelected не вызывается при нажатии на кастомный пункт меню, и значок визуально не реагирует на клики. Давайте сначала займемся первой проблемой. По некоторым причинам, когда наш пункт меню зависит от атрибута AppActionLayout вместо атрибута AndroidIcon, метод onOptionSiteInSelected не будет вызываться для кастомного элемента меню. Это известная проблема. Решение этой проблемы просто добавить наш собственный слушатель ClickListener к корневому view и вручную вызывать метод onOptionSiteInSelected. Будем также сбрасывать счетчик предупреждений, когда пользователь щелкает пункт оповещения в меню. Теперь, если вы запустите приложение, то обнаружите, что нужно нажать значок предупреждения несколько раз, прежде чем он отреагирует. Выберем показать границы макетов в параметрах разработчика и сразу же увидим проблему. Наша кастомная вьюшка не получает автоматический отступ, как у обычных пунктов меню, поэтому площадь нажатия значка значительно уменьшается. Мы можем исправить это, обернув наш вью в еще один фрейм лейаут. Возвращаясь к рекомендациям по материальному дизайну, мы должны установить новые размеры для корневого вью. Это значение 48 dp для высоты и ширины. Это успешно увеличивает нашу область щелчка. И последнее, что нам нужно сделать, это включить визуальную обратную связь при выборе пункта меню. Для устройств на Android 5 и выше это Ripple Effect или Рябь, а для более старых устройств это просто изменение цвета фона. К счастью для нас, эта функциональность уже содержится по умолчанию в атрибуте, который вы видите на экране. Поэтому все, что нам нужно задать этот атрибут. Теперь все работает как нужно. Пульсация хорошо смотрится на нашем устройстве Android с API 22, а изменение цвета фона выглядит хорошо на нашем устройстве с Android API 19. И последний штрих. Прежде чем мы можем закончить этот код, обратите внимание, что это не совсем хорошо работает на устройствах с API 23 и выше. Границы Рябь на нашем пункте меню гораздо больше, чем на стандартном меню. Чтобы исправить это, нам нужно сделать несколько проб и ошибок, чтобы выяснить правильный размер границы Ripple Effect. Мы будем предоставлять этот размер для устройств с API 23 и выше. Вы можете проверить самостоятельно, но на API 23 плюс граница Ripple Effect должна быть 28 dp. Наконец, мы будем обновлять макет, чтобы использовать этот новый размер, вместо того, чтобы просто установить свойства Match Parent для Ripple View. Теперь у нас есть Ripple Effect кастомного пункта меню, такого же размера, как и у стандартного пункта меню. Таким образом, наш код в настоящее время работает для всех версий Android. На этом наш урок закончен. Исходный код вы, как всегда, можете скачать в текстовой версии урока на сайте Fandroid Info. Ссылка на экране и в описании этого видео. А я прощаюсь с вами до следующего урока. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!